Шалом, 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 и добро пожаловать на нашу прямую передачу библейских учений в среду вечером. Я так хорошо быть с вами и делиться чудесным словом. Это последняя серия на тему Израиль в прошлом, настоящем и будущем. За эти 14 недель мы покрыли так много евреев, его происхождения в Библии, его настоящем состоянии и славном будущем. Тема, которой мы открыли столько областей в Писании. Сегодня мы закончим очень важной информацией. После этого изучения мы начнем совершенно новую тему о различных учениях Библии. И помогут нам, особенно в эти времена, сильные и прочные основания того, чему учат Библии. Прежде чем мы эту тему перейдем, мы один вопрос возьмем и ответим на него. Очень важный вопрос от человека из моего родного континента Африки. Я попрошу Шаром прочесть его вопрос для нас. Он говорит, «Мое имя Натан из Ганны. Я следую за вашими проповедями, и кое-что меня беспокоит». Помогите мне понять. Вопрос, когда вы читаете в книге Исаии, 65 главе, 17 по 25 стих, говорится о новом небе и новой земле, которая для праведников приготовляется. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих. Ибо столетний будет умирать юношу, но столетний грешник будет проклинаем. Я хочу понять, почему он говорит о смерти в Новом Мирусалиме, хотя в Откровении 21.4 Иоанн говорит, что не будет больше смерти. Спасибо за ответ. Хотим мы вам за такой уместный вопрос. Отрывок ссылается на Исаию 65-66, глава, который говорит о новых небесах и новой земле. Тем не менее, в том же отрывке Исаия говорит все еще о существовании смерти. И в Откровении 21.1 тоже Иоанн говорит о новых небесах и земле, но ясно говорит, что там смерть будет устранена. Проблема. Исаия говорит, что будет смерть в то время, а Иоанн говорит, что не будет смерти. Как же мы можем решить это кажущееся противоречие? Я говорю «кажущееся», потому что вся Библия вдохновена Богом, и мы не можем придумать толкование, не можем судить Слово Божие, надо просто разбираться. Это создало проблему в толковании, потому что некоторые стихи означают обновление. И слово, которое использует Исаия, это «бара» для творения. Это в обоих этих стихах, 17 и 18. Это из ничего, как бы, творение. И так должно быть связано с Откровением 21, где мы видим такое же новое творение. И кажется, что Иоанн и Исаия расходятся друг от друга. Исаия говорит в 65.20, «Ибо столетний будет умирать юношею». А в Откровении 21.4 написано, «Смерти не будет уже». Уже. И где проблема? И здесь не хронологично, потому что случаи, когда два периода времени спутываются в один. Тысячелетие Христово и вечное состояние. Это требует путаницы, но если вы внимательно будете смотреть, вы будете благословены после внимательного рассмотрения и анализа. И чтение пророков станет вам легче. Вы будете способны такие вещи, которые появляются в Писаниях, лучше понять. Давайте начнем это из одного раввинского фразы, что нет до или после в Писаниях. Как говорится, что хронологическое время не всегда следует в Библии. Два разных периода времени можно видеть в одном и том же отрывке. И сами еврейские пророки иногда не понимали между ними расстояние во времени. Посмотрите на табличку. Например, еврейские пророки не видели времени в церкви. Для них это была тайна. И смерть и воскресение Мессии, это сразу после этого для них были мессианские времена. Это тайна. И возьмем классический пример от самого нашего Господа Ишуа. В Луке 4 главе мы находим, что Иисус в Назарете, и Он учит в синагоге. И Он читает из пророков на неделе. Это порция из пророков. И в этой конкретной неделе, это был Исайя 61, с 1 по 3 стих. Это отрывок мессианский. Иисус там читал именно этот отрывок. Это по Божьему провидение. И что-то случилось, когда Он читал. Он остановился посреди этого предложения и отложил книгу. Давайте прочтем этот отрывок из Исаии 61, с 1 по 3 стих. Это почти то же, что в Луке. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленам освобождения и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих». В 1 стихе у нас первый приход, когда Ишуа ходил по лицу земли на пути ко Кресту. Там, согласно отрывке во время своего первого прихода мессии, пророчеству, делать четыре вещи. Проповедовать благою весть, то есть благовествовать нищим, то, что мы призваны делать. Дальше, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленам освобождения. И четвертое, проповедовать лето Господне благоприятное. Это специфический, о теперешнем времени, приемлемый год Еговы. Это диспенсация благодати. Когда Иисус читал эту порцию, Он читал, чтобы закончил, объявить лето Господне благоприятнее. И тут же, посреди фразы Исаии, в Луке 4, 20-21, говорит нам, что Он закрыл книгу и, отдав служителю, сел. И глаза всех синагоги были устремлены на Него. Все ждали продолжения, они были удивлены. И Он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Почему Иисус остановился посреди предложения, написанного в Исаии, на определенном слове? Потому что Он здесь подчеркнул две разные эры времени, о которых здесь говорится. Первый и второй приход Мессии. Почему Он не включил честь и день мщения Бога нашего? Заметьте, что Иисус остановился прямо там, где говорится о дне суда, которое случится в конце, во время скорбей. Он остановился на время, которое касалось уже второго прихода, но оно еще в будущем, сейчас даже. И Он сказал, что Писание ныне исполнилось, слышанное вами. Но это о первом приходе, и тут Он остановился. Мы здесь видим, что Исаия не различал первый и второй приход Мессии. Для него и других еврейских пророков оба следуют один за другим, без прерывания. Другие пророки, такие как Захария в 9 главе 9.10 и Михей в 5 главе 1 до 3, тоже говорят о времени, не говорят, не видят этого отрывка времени между первым и вторым приходом Мессии. И только с откровением Нового Завета и историей, которую мы теперь знаем, мы понимаем, что это было им неизвестно, это была тайна для них. Как Павел говорит в Ефесянам 3 главе 3.9. И точно так же откровение Нового Завета мы можем понять теперь. Эти пророки не могли видеть этот отрывок тысячу лет между первым и вторым приходом. И точно так же между вторым приходом Мессии, начатым тысячелетия, тысячу лет до вечного состояния. Они тоже не могли видеть. В Исаии 65 главе или в 51 главе. То есть они этого не видели. Давайте вспомним, что пророки евреев в Писании говорили много о мессианском времени, и только Иоанн дал длительность, тысячу лет. Они не знали. Равинские комментарии имеют те же проблемы. Они не имели откровения Нового Завета, чтобы заполнить эту пропасть. Исайя 65.17. Некоторые толкуют, как обновление творения, другие более осторожно говорят о новом творении, но только в сердцах верующих. Это все христиане так думают. Поэтому Исайя ставит информацию о вечном состоянии сразу после мессианских времен. И у него новое творение неба и земли сразу случается. И он говорит о смертях людей во время мессианской эры. Эта порция стиха говорит о тысячелетии Христовом. И эта диспенсация в одну упаковку сразу с вечностью, с вечным состоянием. Вот задача, если пророчить. Нет, не так сложно на самом деле. Это дело просто, будь знакомыми, как Библия представляет свою информацию. И это очень интересно, когда вы туда попадаете. Назад к нашему изучению об Израиле. Последний раз мы говорили о заблуждениях относительно евреев. И так много их заблуждений. Мы закончили о том, что... Предложение, что только евреи ответственны за смерть Мессии. И все евреи виноваты в богоубийстве. В убийстве Бога. И кто принес это обвинение против евреев? И кто приносит сейчас, сегодня эти обвинения? Те же самые люди, у которых ответственность принести Евангелие евреям. Религиозные вожди в этом случае – это видимая церковь номинальная, которая начала свое падение к городу Лаудикии. И согласно пророчеству самого Ешу, это церковь, состоящая из неверующих вообще. И давайте снова посмотрим еще раз, кто действительно ответственный за смерть Мессии. В Деяниях, 4 глава, 26-27 стих. И когда мы восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа Его, ибо поистине собрались с гордостью на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобой Ирод и Понтия Пилат, с язычниками и народом израильским. Весь мир убил Иисуса, Ирод, Понтия Пилат, беззычники и Израиль, все народы мира. Чтобы обвинять только евреев, как единственного ответственного за смерть Мессии, это наглость и невежество, смешанные вместе. Израиль, это страдает от порции этого зла. И вот почему это мешает евреям принять Иисуса. И евреи заплатили великую цену за это невежество. И мы видели, как высокомерие и обвинение, и уверенность в превосходстве над ними, этими уважаемыми церковными отцами. Например, святой Иоанн Златоуст, сегодня еще один уважаемый отец церкви. Я не собираюсь охоту на ведьм открывать. И высказывание этих людей можно легко, они по убийству, в интернете вы их можете найти. И проблема, что очень редко учат в книгах и классах церковной истории. И другое указание, что многие христиане очень низко думают об Израиле. И говорят, да хорошо ненавидеть евреев. Это видимая церковь говорит, окей, вы можете низко думать об Израиле. Что действительно, что они говорят, даже каждый христианин должен ненавидеть евреев. Но это не так. Согласно пророчеству, в последнюю время мы знаем, что Иисус будет судить народы мира за их антисемитизм. Еврейские писания, пророки, со своим пророчествами об этом времени учат. И мы читаем Матфея 25. Иисус начинает суд с Дома Господня. И речь идет о братьях Иисуса, евреях. Я верю, каждый христианин встретится с таким вопросом. Это мое убеждение. Давайте продолжим с другими цитатами из Отцов Церкви, чтобы понять, как тяжело проповедовать Иисусу евреям. И такую грязь они создали от прекрасного и чудесного имени Иисусу. И немножко перед этим Иоанном Глатоустовым мы встречаем Оригена из Александрии в 225 году нашей эры. Он говорит, мы можем таким образом утверждать в полной уверенности, что евреи не вернутся к своему прежнему положению, ибо они совершили самое отвратительное из преступлений, составив этот заговор против спасителя рода человеческого. Одна истина, что евреи к своему святому не вернутся. Они к славному положению вернут и будут спасены весь Израиль. Но Ориген видит, что они уже навеки прокляты. Ориген – это очень уважаемый и плодовитый писатель. Он написал 2000 трактатов и рассматривался один из влиятельных лиц в ранной христианской теологии сегодня и широко рассматривается как самый важный христианский богослов. И один из главных его вкладов в католической энциклопедии указано – аллегоризация толкования Писания. Если ты будешь аллегоризировать Писание, то Израиль станет помехой, антисемитизм. Это будет последним результатом этого. Согласно этой же самой энциклопедии, сказанной, я цитирую, в течение своей жизни Ориген своими писаниями, учениями и связями упражнял очень большое влияние. Имел большое влияние. Но он же был антисемитом. Они даже этого не упоминают. Его неприятники Израиля даже не упоминают в этой христианской энциклопедии. Другой, называемый очень великим учителем, это ученым, и он обвинял евреев в богоубийстве. Это святой Августин, Боженный Августин, в 400 году нашей эры. Он писал, как мне ненавистны враги твоего Писания, как я жажду, чтобы ты убил их, евреев, твоим обоюдоострым мечом, так, чтобы ни один не выступил против твоего слова. С удовольствием я бы сделал, чтобы они умерли сами по себе, а я жил для тебя. Согласно высокоуважаемой истории христианской церкви, написанной Филиппом Шафом, этот Блаженный Августин оценивается как философский и богословский гений первого порядка, господствующий как пирамида в античности и следующих веках. По сравнению с великими философами прошлых веков и современности, он равен всем среди богословов, он бесспорно первый, и таково было его влияние, что ни один из отцов, ученых или форматоров не превзошел его. И вот мы можем ли поднимать так высоко человека, который такой сказал об Израиле? И сегодня он принят в христианской церкви очень высоко. Евреи должны знать, что Иисус и отцы церкви совершенно отличаются, как Иисус был отличен от фарисеев и садукеев. Оба неправы. Мне неудивительно, что здесь это обвинение, мы рассматриваем в антисемитизме, евреи обвиняют в Новый Завет, но скорее они даже направились к церковным богословам, и последние две тысячи лет их ложное толкование многих библейских отрывков. Эти люди и хорошие вещи писали, но разве можно принять то, что они против евреев писали? Давайте теперь другое. И от евреев теперь неправильное их теперь суждение. Это четвертый уже. Есть еврей, еврейский мессия. Почему большинство евреев не верят в него? Если есть соцсетительный мессия, каждый религиозный вожде первого века и сегодня раввины не верят в него. Это великий вопрос. Это очень большой вопрос. Как так мало еврейских верующих? Почему? Это первый вопрос. Меня спросили, когда я был приглашен в синагогу говорить о моей вере, чтобы объяснить им. Это недавно. Это был первый вопрос. И хотя я был доволен его получить, я волновался, потому что я думал, что после этого они попросили меня уйти из их синагоги, после моего ответа. Я попытался быть дипломатическим, как только мог, и начал, привел их, рассматривать историю Израиля в Библии. И как через века, в каждом поколении, та же дилемма возникала. И все время те же вопросы спрашивали религиозного вожде того времени, не верили в божьих пророков. Это другой вопрос. И он от сотворения Израиля длился. Как это гражданские власти Израиля не верили божьим пророкам? Еврейская традиция согласна, что большинство из пророков были отвергнуты, и большинство убито. Так кто отверг их? Тоже те же самые. Я спросил их. Народ. Я сказал, нет. Религиозные и гражданские власти того времени. Народ их не убивал. Они ввели к этому отверженность. И Илья чувствовал себя одиноким в 9 главе 3 царств. Он думал, что нет больше верующих, кроме него. Но Бог его успокоил. Еще 7 тысяч всего веровали Богу. Во всем Израиле. Это немного. Амос, пророк, его попросили оставить страну Израиля, потому что слова Божьи, о которых он говорил, тревожили народ. Что мы узнаем из библейской истории о пророках Божьих, что если кто-то хочет найти Бога и Его Мессии, он не будет найден в большинстве, а всегда в малом меньшинстве. И сегодня эти пророки все еще говорят своими великими пророчествами многими о Мессии и о последних временах. Это слова, которые мы боремся объявить, привести назад не только время, но каждому человеку, корням Писания, где мы встречаем Бога Отца Самого. И когда я давал такой ответ, я думал, что они меня попросят ушли, но, слава Богу, они не просили уйти. Я им напомнил, что он еще никогда не говорил тайно, никогда, и никогда не стеснялся никакого вопроса, наоборот, он всегда говорил публично. Более того, он совершал столько уникальных чудес, что только Мессия мог совершить. И они знали это. И многие евреи признали его как Мессию. И они образовали Первую Церковь. Как малое меньшинство религиозных вождей имели такое влияние на большинство евреев, что отреклись от Мессии. И что-то важное. Когда Ищуа вошел в Иерусалим, люди распознали, что он Мессия, но религиозных вождей не признали. Матфея 21, 8-9 стих. «Множество же народа постелали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постелали по дороге. Народ же, причаствуящее и сопровождавший, восклицал, «Осана сыну Давиду, благословен грядущий во имя Господня, Осана Вышних!» они ясно называли его Мессией, сын Давида. Как слепые люди, это мессианский титул, звание. Это третий раз он назван сыном Давида. Это время Пасхи было. И халл, который поется на Пасху, они пили, «Ешуа, благословен грядущий во имя Господня, Осана Вышних!» Это мессианское приветствие. Он взят из Псалма. И они кричали эту хвалу. Это постоянно, не приставая, без остановки, потому что они знали, что Ишуа был Мессией. И Библия дает нам основания, почему столько людей пришло к вере и приветствовали Мессию. Потому что он воскрытил Лазаря. И вот приняло место, очень близко к Матфея 21, и многие люди видели это и слышали об этом и уверовали. Это было основание. Мы читаем в Иоанна 12,9, например. «Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только ради Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых». И Иисус сделал это чудо. Это еще одно божественное чудо. Иисус специально ждал четвертого дня для воскрешения Лазаря, потому что учили в то время, что после третьего дня уже воскрешение невозможно, потому что разложение тела начиналось после третьего дня. Это необратимый процесс уже был бы. Но Иисус показал, что Он творец, Сам творец. Иисус это наибольшее сделало, чтобы показать народу, что Он еврейский мессия, через многие другие чудеса, которые ранее никогда не видели в Израиле. Например, Он исцелил человека слепорожденного. Я вам прочту, что сам этот исцеленный сказал в Иоанне 9.32. «От века неслыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному». Не просто ослеп при жизни, а рожден слепым. Такого никогда не было в Израиле. Это пересотворение зрения. И исцеляя бесноватого и слепого, и глухого в это время. И удивился весь народ и говорил, «Не это ли Христос сын Давидов?» Матфея 12.23. Подытожим, что раввины не поверили в Иисуса. Еще раз указание, что поддерживают, что Ишу и Мессия, потому что религиозные вожди очень редко были на Божьей стороне. История Израиля подтверждает это. И второе. Народ Израиля уверовал в Него, но не религиозные вожди. И третье. «Видя все, что Ишу сотворил и сказал, мы спрашиваем вопрос, почему вы не поверили, что Он Мессия? Потому что кто-то сказал тебе, что Он не Мессия? Что недостаточно это разумно и библейское свидетельство, что Он Мессия, и я вам вызов даю. Читайте Исайю, пусть Дух Святой вам скажет и придет вам ко Христу». Давайте двигаться дальше. К пятому возражению евреев насчет Мессии. «Если Иисус действительно Мессия, почему нет мира на земле?» Хороший вопрос. Это второй вопрос, который они спросили у меня в синагоге. Я помню, этот вопрос спросил жена Равина, действительно прекрасная леди, сердце ее тронуто было, она показала, что она действительно любила Слово Божье. Вот почему я назвал ее по имени и спросил ее, а что насчет ста пророчеств о первом приходе Мессии, где Он приходит на сле, а не на белой лошади, а других пророчеств которые говорят, что Он пришел пострадать и умереть за грехи народа своего, как сказано в Исаии 53. Отревок, который даже в Талмуде поддерживается, что это мессианский отрывок. Я напомнил им, что это не христианское толкование, но скорее всего талмудическое и даже позднее раввинское толкование, где они согласны были, что эти отрывки говорят о Мессии, о Его страдании. Я сказал им, что Иисус ясно сказал, что Он не пришел принести мир на землю, но умереть за наши грехи. Он сказал в Матфея 10.34, не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч. Он знал, что Его отвергнут, но кто-то проследует за Ним. Какая же была цель о приходе Иисуа? Он пришел установить новую религию? Нет совсем. Он сказал, не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить Его веры, Его религии, самые древние, с самого дня основания мира. Он учил рука об руку то, что в еврейских писаниях, начиная с сотворения человека в Эдемском саду. Почему же Он пришел? Он что, пришел учить морали и этики? Такие многие философы это уже делали. И миру не нужно был новый учитель повторять то же самое. Что, новое научное знание он принес? Нет. Или написал книгу? Ничего он не написал сам. И резон Его прихода можно найти в Матфеи 1.21, который объемает все прототипы и пророчества Его первого прихода. И она родит сына и наречешь Ему имя Иешуа Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. Его имя Иешуа означает спасение на иврите. Означает Бог спасает. Вот почему пришел Иисус. Он пришел сделать то, что никто не мог. Никакой человек это сделал. Он пришел спасти человека от последствий Его греха. Он пришел заплатить долг, который мы должны, потому что мы задолжали, а платить не можем. Из любви Он пришел к нам. Грех, вот почему Он пришел. Мы не можем отвязать Иисуса от греха. Если мы забудем первую причину, мы забудем сам корень и цель Его прихода, потому что своим первым приходом Иешуа пришел исполнить пророчество первого прихода и своей смертью и воскрешением Он спас нас от наших собственных грехов. Мы читаем в Иоанне 12, 12-13 что люди несли пальмовые ветви. Почему они это делали? Поскольку это была Пасха, а пальмовые ветви это символ Сукот, праздника Кущ. Смотрите, что он говорит. На другой день множество народу пришедшего на праздник услышав, что Иисус идет в Иерусалим взяли пальмовые ветви выше на встрече ему и восклицали Асана благословен грядущий во имя Господне царь Израилев что же это нам говорит? Они веровали что он мессия потому что пальмовые ветви это символ мессианских времен и это сегодня вечером я не думаю что это последнее учение мы сейчас время нас хватило и в следующий раз мы продолжим потому что так много нужно сказать о том как то мессия что он сделал и также различные отрывки посмотрим писание нового завета чтобы люди именно не выставали против евреев и чтобы евреи тоже поняли что новый завет не антисемитский пусть Господь благословит вас и хранит вас увидимся в следующий раз в следующий раз в следующий раз